Если я говорил о том, что тенденция сформировалась к ослаблению рубля и она достаточно устойчивая, то получается, что я просто обязан сказать, что если некуда девать рубли, то можете и прикупить валюту. Это действительно так, но не надо покупать в периоды, когда сильное происходит ослабление. У нас же как рубль ослабевает? Два шага вниз, шажочек вверх. Вот тогда уж, если покупать, то когда он чуть-чуть стабилизируется или даже подрастает. Человек задумается о тех же иностранных акциях, значит, это надо быть все-таки профессионалом. Вот дилетантом на рынке играть можно и прогореть, что называется. Недвижимость – это хороший вариант. Ипотека – очень хороший вариант сейчас. Безусловно, ставки опустились до таких достаточно приличных уровней. То есть расплачиваться по ипотеке надо будет в рублях. То есть если есть такие суммы, что можно купить недвижимость в ипотеку, ну, за вас можно порадоваться. Какие бы ни были карантины, люди будут потреблять продовольствие, значит, будет и спрос. Это такой гарантированный спрос, что называется. Но бежать сейчас, скупать гречку там я бы не стал. Поэтому еще раз повторюсь, с продовольствием все будет нормально и бежать затариваться им не стоит. Субтитры создал. Продолжение следует...